Отец, мы благодарим Тебя, а мы воздаем Тебе хвалу и поклонение за Твое Слово. Твое Слово – Слово Небес на земле. Одно Слово от Бога может изменить вашу жизнь навсегда. Да. И мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Да. Аминь. Мы благословлены сегодня. Аминь. Сегодня у нас в гостях крефло доллар. Слава Богу. Я знаю, что произошло. Я знаю, вы только что сказали. Да, слава Богу. Да, я сделал то же самое. Аминь. Крефло и Теффи являются пасторами в служении крефло доллара в Международной Церкви Изменяющих Мир, которая находится в городе Колледж Парк, штат Джорджия. Это пригород Атланты. И у них есть пять дочерних церквей. Я хочу, чтобы ты поговорил об этом. Я хочу, чтобы ты рассказал людям, что это за церковь. В Бэттл Крик, штат Мичиган, в Бруклине, штат Нью-Йорк, в Квинсе, штат Нью-Йорк, в Кэролтоне, штат Джорджии, в Дулусе, штат Джорджии. Это где? Северная часть Атланты. В северной части штата. Да, на севере. Да, я помню это. Это один из моих сыновей Веря. Он проповедует как я, но больше похож на Глорию. Я имею в виду, он хорошо выглядит, верно? Хвала Господу. Мы вместе уже долгое время. Я люблю этого человека и его семью, и его служение, и его работу. И важная часть в Крефло Долларе это помазание на его жизни, и его абсолютно отказ идти на компромисс, в Слове Божьем, любой ценой. В любом случае, это само по себе потрясающе. И как я сказал, мы знакомы с ним долгое время. Хвала Господу. Крефло, добро пожаловать на эту передачу. Я знаю тебя, я знаю, что ты как Лерой Томпсон. Ты самый занятый человек на земле, и ты уделил время, чтобы приехать и провести какое-то время с нами. И мы ценим это. Слава Богу. Ты раньше говорил о пути, как кто-то приходит, какие шаги он должен сделать, чтобы перейти от бедной, проклятой, болезненной, немощной жизни, окруженной просто самим адом, в такое место, которым мы с тобой наслаждаемся, и в котором мы ходим много, много, много лет. Мы с Глорией ходили этим путем. Я имею в виду, мы делаем это 44 года. Но чтобы попасть туда, понадобился процесс. Когда мы узнали об этом, Крефло, наш доход в тот год был намного ниже уровня бедности в Соединенных Штатах. Я говорю о том, что вы живете в экономике в 3 триллиона долларов, и вы не можете купить пищу или заплатить за аренду. Знаешь, что-то с этим неправильно, но как вам попасть сюда? Перейти оттуда сюда. Знаешь, Библия говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Это то, о чем мы говорим, верно? Да. Я вижу это. И мы не хотим продолжать идти по пути, который кажется правильным. Мы способны на что-то лучшее, чем идти в какое-то место, которое кажется правильным. У нас есть Слово Божье. У нас есть карта, у нас есть путь, который ведет к хорошей жизни. У нас есть путь, который ведет к благословению. И вот что мы должны начать понимать. Божьи пути приведут вас к ответам. Это приведет вас к благословению. Это приведет вас к исцелению. И когда вы начинаете действительно выравнивать этот путь, в Писании Иисусу Навину сказано в одном из переводов, «Размышляй над моим словом день и ночь». Тогда ты сделаешь свой путь успешным, и у тебя будет хороший успех. И он покажет вам. Он даст вам мудрость, чтобы разбираться с проблемами в мире. Итак, как нам перейти из места неверия в место обетования? Как нам перейти? Как в случае с Авраамом. Авраам в одно время поклонялся Луне. Как нам перейти от неверия? Как нам... Знаете, Авраам в свое время говорил, «Господь, я слышу то, что ты говоришь, но откуда мне знать, что я унаследую эту землю? И откуда мне знать, что у меня будет семя, которое будет более многочисленное, чем звезды? И откуда мне знать, что я буду благословен так, как ты говоришь мне и рассказываешь мне?» Крефла, знаешь, что я вижу в этом? Прости, что перебиваю тебя. Говори. Но я вижу в этом, что Бог... Бог не унижал его за то, что он хотел знать эти вещи. Бог пытался помочь ему узнать эти вещи, которые он предлагал ему. Он не пытается удержать людей от того, чтобы они шли на небеса. Он пытается привести вас туда. Бог появился, представляя себя. И Бог появился. И вот, что Бог сказал Аврааму. «Я — всемогущий Бог. Я — все, что тебе когда-нибудь понадобится. Отложи все. Пойди и возьми свечи. Зажги свечи. Одень праздничную одежду. Жизнь начинается с меня». Мне это нравится. И когда он начал говорить это, он сказал, «У меня есть план. У меня есть план. Я хочу, чтобы ты ходил передо мной. И я хочу, чтобы ты был непорочен. И я хочу заключить с тобой соглашение. Я хочу заключить с тобой завет. И у меня есть путь. Он уже проложен». Мы говорили раньше. «Я хочу пригласить тебя присоединиться ко мне на этом пути». И вот, что интересно, в 17 главе Бытия, когда речь идёт об этом пути, здесь Бог заключает завет с человеком, то есть с Авраамом, и в то же самое время Он говорит ко Христу, который был на небесах. В Библии говорится, в послании к Галатам, и это семя, которое есть Христос. Так что Он говорит об Аврааме и Семени, не в множественном числе, но в единственном числе. Так что, когда Он заключил завет с человеком, Он также давал обещания о Христе. И знаете, мы будем говорить на этой неделе... Мы находимся в этом. Мы находимся в этом. Да, слава Богу. Я могу представить себе это. Я вижу, как отец обращается к сыну, он говорит, «Итак, послушай, послушай, знаешь, я открываю дверь для тебя. Да. Я заключу завет с ним, но когда я заключу завет с этим человеком, это откроет дверь. Тебе придется принять это верой. Это будет сложно, но оно того будет стоить». И затем Он начинает заключать завет с тем человеком, с Авраамом. Я могу видеть, как это было. Откройте это место и посмотрите на Авраама. Знаете, как он пришел к этому? Как он? Он был человеком, который не знал Бога. Он был человеком, который раньше колебался в обетованиях Божьих. И он был не вполне уверенным человеком. Как он пришел к этому? И именно в этом мы хотим разобраться. И как мы можем проводить вас из места неверия в место абсолютной убежденности в отношении Божьих вещей? Полной уверенности. В то место, где вы верите своим сердцем. И мы можем определить, что вы верите своим сердцем, судя по вашим действиям. Я не говорю о тех, кто соглашается в уме и просто умственно согласен со Словом Божьим. Я говорю о том, что вы настолько убеждены, чтобы действовать по Божьему Слову. Что вы делаете всё, что он говорит. Как сказал Смит Виггсворд, «Я не Вадим тем, что я вижу, я не Вадим тем, что читаю, я не Вадим тем, что я слышу, но я Вадим Словом Божьим». Как вам прийти к этому? Потому что посреди всего этого, именно поэтому я так рад быть здесь, у вас есть другая сторона, с которой вы будете иметь дело. У вас есть ваши эмоции и ваши чувства. И есть мир, который пытается скормить вам все эти вещи. У вас есть средства массовой информации и также есть Слово Божье. Знаете, у вас есть два типа истины. У вас есть истина, которая приходит из Слова Божьего, и у вас есть истина, которая приходит через органы ваших чувств. В Библии сказано, что мы ходим верой, а не видением. Другими словами, мы ходим на основании Слова Божьего, а не на основании наших органов чувств. Должны ли мы обращать внимание на наши чувства? Наши чувства были даны нам, чтобы защищать нас, чтобы мы не повредили сами себе. Так что мы знаем, что когда мы прикасаемся к чему-то горячему, нам нужно отдёрнуть руку, или мы также можем почувствовать запах. Так что они были даны нам, как дары, чтобы помогать нам наслаждаться всем тем, что Бог создал. Но Бог никогда не планировал, чтобы наши чувства управляли нашей жизнью. Он хотел, чтобы это Слово было управляющим нашей жизнью. Так что я живу истиной из Божьего Слова. Но есть истина, которая приходит через органы чувств. Однако я не позволяю этим вещам управлять мной. И поэтому мне нравится говорить так. Истина, которая приходит из Божьего Слова, окончательная истина. А истина, которая приходит через чувства, может быть фактами. Да, да. Но истина в Божьем Слове изменит факты. Так что ваши чувства могут быть способны определить ситуацию в данное время. Но если вам не нравится ситуация в данное время, вы можете обратиться к истине, у которой есть власть, над этими фактами. Мои физические чувства — это, возможно, факт, что есть боль. Это, возможно, факт, что есть влияние какого-то вируса или заболевания, что бы то ни было. Это факт. Но истина говорит, что я исцелен. Если мой духовный человек, у которого есть власть над моим физическим телом, обратится к духовной истине, это сделает мое тело свободным от этих фактов. Это изменит факты. Это основополагающие истины. То же самое верно и в финансовой сфере. Точно так же, как и здесь. Точно. Если мы не понимаем, как верить, а это начинается с того, к какой истине вы прислушиваетесь. Да, это правда, что доктор сказал. Мы обнаружили рак. В Библии не сказано отрицать те вещи, которые существуют. Сказано называть несуществующие как существующие. Как существующие. И вот что мы делаем. Это то, что управляет моей жизнью. Это управляет тем, как я воспитываю моих детей. Это управляет тем, как я веду себя в браке. Это управляет моими финансами. Это моя конституция в жизни. Это то, чем я живу. Но это не только то, чем я живу. Это не просто книга. Это мешок семян. Это мешок семян. И если я понимаю, что делать с этим семенем? Да. Да. Нетленные семя. Нетленные семя. Семя, которое всегда будет работать. Оно всегда будет приносить плод. Фактически, это один из даров, которые Бог дал в самом начале человеку. Он дал ему владычество. Он дал ему семя. Владычество или власть над всей землей. И затем он дал ему семя, которое и есть Слово Божье. Когда вы берете Слово Божье, и вы должны сделать его окончательным авторитетом, мы говорим о поиске пути, который приведет нас в нужное место. Но теперь нам нужно проверить те инструменты, которые мы будем использовать во время нашего путешествия из места неверия в это место благословения. Мы должны понимать, каким образом и куда это Слово подходит. Это не просто такая же книга, как любая другая. Эта книга наполнена жизнью Божьей. Это то, что делает Бога Богом. И это то, что Он вложил в Своё Слово. Слово и Бог. Это одно и то же. Так что я должен перейти в такое место, где я делаю это Слово окончательным авторитетом для меня, для моей жизни и для всего в жизни. Что бы ни случилось, вот авторитет для меня. Что бы ни происходило, вот авторитет для меня. Когда у меня нет никакого мира, вот откуда я получаю мой мир. Это делает нас особенными в мире. Когда другие люди смотрят на нас, и они говорят, «Как вы делаете это? Как вы делаете то?» Люди в мире, которые не понимают этого, не понимают благословения, которые у нас есть. Они пытаются выяснить, «Как вообще вы способны так жить или делать такое?» Или «Почему это произошло с вами?» Они не понимают благословения. И вот что мы хотим делать в следующие две недели. Мы хотим убедить вас. Это то, откуда всё приходит. Это формальное приглашение, которое Бог дал нам. И если мы примем это приглашение и придём в те места, куда Бог направляет нас, мы сможем найти, не только найти, но и идти тем путём, который ведёт нас в место благословения, умножения, исцеления и всего, что Бог пообещал нам. Мне нравится то, как ты сказал это. Это письма любви, которую Бог... Я размышлял на 37-м стихом 8-й главы Послания к Римлянам, где сказано в одном из переводов, «Нет, во всех этих вещах мы больше, чем победители, через Того, Кто возлюбил нас». И ударение всегда делалось на том, что мы больше, чем победители. Но Господь сказал, «Подожди минутку, поставь ударение на заключительную часть». Это любовь, которую я имею к вам. Это и есть причина. Да, причина. Я люблю вас, поэтому вы можете побеждать. Я люблю вас, поэтому вы больше, чем победители. Я так жажду, чтобы люди поняли, как практически ходить в этом место того, чтобы относиться к Богу так, словно Он волшебник, а к Библии так, словно это волшебная книга. Есть практические вещи, и если мы их найдем и поймем, мы сможем взять власть над этими вещами, которые не действуют в нашей жизни, и мы сможем изменить эти вещи. Но это начинается. Все начинается здесь. Это Слово Божье. Я могу понять, почему Иисус сказал, «Я дверь». Он говорит, «Идите ко мне, я дверь». Я – это то, где вы начинаете. И я попросил моего отца в его проявлении Святого Духа, Великого Учителя, вы приходите ко мне, и я попросил его прийти через меня, чтобы жить внутри вас. И он научит вас этой карте жизни. Он научит вас, как ходить в этом. Но я – дверь, вы должны войти через меня, чтобы попасть туда. Если вы попытаетесь войти через любую другую дверь, кроме этой, и это то, что мир хочет сказать вам. Они хотят обольстить вас, чтобы вы верили. Знаете, ваш путь не единственный. Что делает вашу религию правильной, а у всех остальных неправильной? Ну, прежде всего, у меня нет религии. У меня нет. Во-вторых, у меня есть взаимоотношения с тем, кто есть дверь. Если у вас нет взаимоотношений с дверью, вы узнаете, что все эти остальные так называемые двери ведут тупик. Но это единственный путь, как я могу прийти к Отцу без Иисуса. Без Иисуса я не могу заработать. Я не могу сам приобрести праведность. Я не могу сам получить освобождение. Я даже не могу сам по себе войти в этот завет. Он — дверь к благословению. Он — дверь в завет. Он — дверь к пути. Это прежде всего и Иисус, и Слово одно. Слово просто объясняет Иисуса во многих направлениях и показывает нам, как разбираться с жизнью. Но если мы не разберемся с этим фактом, что это окончательный авторитет для меня, что все споры заканчиваются прямо здесь, это Слово, это авторитет для моей жизни. Вот где все это начинается. Чтобы понять важность веры в это Слово, давайте начнем с того, что поговорим об опасности пребывания в неверии. Давайте откроем книгу Откровения 21.8. Ты учил в течение многих лет, и ты по-прежнему учишь этому, об опасностях, страхах. И ты учишь тело Христово понимать страх и ясно его видеть. Видеть, что гнев — это просто выражение вашего страха. И ты научил людей настолько, что они теперь вместо того, чтобы спрашивать, «Чего ты злишься?» спрашивают, «Чего ты боишься?» Есть люди, которые не знают, что происходит в их взаимоотношениях с их женами, и они спрашивают, «Чего ты боишься?» И это разоблачает дьявола и разоблачает все его намерения. Но в связи с этим он говорит, «Боязливых же и неверных». Я понимаю, что величайший страх, самый главный страх, который есть у сатаны, это страх, что обещанное Богом не произойдет. Он хочет, чтобы я боялся, что то, что сказал Бог в своем Слове, не истина. Поэтому, когда речь идет об отсутствии веры есть две вещи. Есть два типа неверия, мы говорили об этом. Номер один — неверие из-за недостатка знания. Да. В 17 стихе 10 главы послания к римлянам сказано, «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божья». И как они могут верить без проповедующего? Да. Кто-то, кто должен сказать им. И как проповедовать, если они будут посланы? Да. Здесь Иисус посылает кого-то, чтобы дать вам приглашение и показать вам, как это работает, что вы могли выбраться из этого неверия и страха. Я вижу это, Крифло. Это настолько просто, насколько возможно. Если вы не разберётесь, если вы не решите, я имею в виду, что является ответом для недостатка знания. Да. Это знание. Чтобы вы могли это выяснить. Проверенное знание. Да, вы можете убрать это неверие, погрузившись в Слово, слушая проповедуемое Слово, будучи открытыми для того, что говорится в Слове и убирая недостаток знания этим проверенным знанием из Слова Божьего. Вы можете убрать это. Но меня больше волнует другая сфера неверия. Четвёртая глава послания к евреям. Хорошо. Потому что, знаете, люди с недостатком знания, им трудно верить в наполнение Святым Духом, потому что они не читали об этом. И они не знают об этом. Так что всякий раз, когда ты говоришь об этом, они не могут принять это. 6 стих 4 главы послания к евреям. Это та сфера, которая волнует меня. В 6 стихе сказано. Итак, «Как некоторым остаётся войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность». Или в другом переводе «за неверие». Он говорит о детях Израиля, о том, как они не вошли из-за неверия. В синодальном переводе Библии сказано, что они вошли из-за непокорности. Так что между непослушанием и неверием есть связь. В ещё одном переводе сказано, что они не вошли потому, что им недоставало убеждённости. Дети Израиля не могли использовать отговорку. Они не могли сказать, что не знали, потому что Бог сказал им пойти и овладеть землёй. И Он также доказал, что у Него есть сила, чтобы поддержать их. Это единственная причина, почему они были там, в той пустыне. И Он отправил 12 саглядатаев, чтобы они высмотрели землю и доложили, чтобы они не могли сказать, что не знали. Итак, как они пребывали в неверии? Этот тип неверия был таким, который говорил, «Даже хотя мне сказали идти, хотя они и принесли доказательства, хотя Бог и говорил мне, что делать, я не был достаточно убеждён, чтобы действовать, я не был достаточно убеждён, чтобы что-то делать». И это такой тип неверия, который, к сожалению, мы находим в церкви. У нас есть люди, которые носят майки с надписью Иоанна 3,16, и в то же самое время они говорят, «О да, аминь, слава Богу!» И на этом всё заканчивается, потому что доказательство вашей веры будет в вашем действии, когда вы на деле подтверждаете то, что вы сказали. Легко быть убеждённым, когда у вас на полках полно еды. Легко быть убеждённым, когда всё идёт хорошо и нет никакого давления. Но вы узнаете подлинность веры человека, когда давление было оказано на его жизнь. Это правда. Поэтому, когда мы говорим об этом, нельзя говорить о таком типе неверия, не говоря об умственном согласии, что, возможно, является самым большим и незаметным врагом нашей веры. оно выглядит и звучит, как вера, но и не является. И это вот здесь. «О, да, я согласен с этим. Да, аминь. Я согласен с тем, что вы говорите, «Слава Богу!» Брат Коплан, «Да, аминь». Но потом всё на этом заканчивается. И плохо то, что сатана теперь может пробраться в наше сознание и начать действовать в вас и в ваших эмоциях. И теперь Бог не может достучаться до вас, потому что вы согласны только в уме. Это не выходит из вашего сердца. Да, вы слышите такие вещи, как «Да, но...» «Да, но...» «Что если...» Да, я понимаю, что в Библии сказано так. «О, да, брат Коплан, ты, вы знаете, что мы верим в это так же, как и вы, но вы не понимаете, что они сказали обо мне. Вы не понимаете, какой на самом деле это судебный иск. Вы просто не понимаете, что банк собирается сделать со мной и моей мамой, и невозможно, чтобы Бог нашёл 10 тысяч долларов до обеда в пятницу. И всё такое. И просто перечеркнули всё словами. «Да, но что если...» Это признак неверия, верно? И ничто из этого не меняет Слово Божье. Слово Божье настолько же эффективно до того, как всё это случилось. Оно настолько же эффективно посреди всего этого. И до того, как это возникло, и после того, как всё это произойдёт. И даже больше, потому что Иаков назвал это совершенным законом свободы. Да. Это работает каждый раз, когда это применяется. Наше время подошло к концу. Мы вернёмся через минуту. Здравствуйте, я Коннет Кокланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Я больше не могу ждать. Крефла Доллар здесь. Говорю вам, мы не хотим медлить больше ни секунды, я хочу сразу же перейти к этому. Мы говорим о неверии, которая дорого вам обходится. Есть неверия просто из-за того, что вы не знаете, во что верить. Но когда вы узнаёте, во что верить, и если вы недостаточно убеждены, чтобы действовать согласно этому... Знаешь, Крефла, если бы мои дети пришли ко мне и сказали «Папа, я знаю, что ты помог бы мне, если бы мог. Я знаю, что у тебя нет денег. Я знаю, что нам тяжело в это Рождество». И у нас бывали времена, когда они были ещё маленькими детьми, и мы садились с ними. И я говорил им, смысл Рождества не во множестве вещей. И вещи придут. Я даю вам моё слово. И на рождественский ужин у нас были спагетти с соусом из консервы. Это было ужасно. И они просто говорили «Всё хорошо, папа». Но если бы они пришли ко мне и сказали «Я знаю, что у тебя есть силы, я знаю, что ты помог бы мне, если бы захотел, я просто не верю, что ты хочешь». После того, как я пообещал им это. Послушайте, вот это опасный вид неверия. И это то, о чём мы говорили вчера. Давайте вернёмся к третьей и четвёртой главам послания к евреям. Потому что это то, чем люди в пустыне огорчали Бога. Они не были убеждены Его словом и Его обетованиями. Даже после того, как Он разделил Черное море. Даже после того, как Он благословил их серебром и золотом и всевозможными вещами. Они по-прежнему не хотели идти. Я записал вот что. Умственно соглашающегося человека хватит лишь на то, чтобы сказать «Я верю» в словесное вдохновение Библии. Он скажет, «Я борюсь за веру, которая однажды была передана святым». Но при этом он отказывается поступать по Слову Божьему. И вот от чего он отказывается. Он отказывается позволить Слову Божьему управлять его жизнью. Он знает, что оно говорит. Но он в неверии, потому что он говорит, «Я знаю, что оно говорит, и я согласен с ним, но я отказываюсь позволять ему управлять мной». И вы оказываетесь в опасной ситуации, когда делаете такое, когда вы позволяете этому умственному согласию убедить вас, что вы в порядке. Проверка в том, как мы сказали вчера, выходит ли это из вашего сердца. Как я могу это определить? Вы действуете на основании этого. Бог хочет сделать намного больше для нас, чем мы. Смотрите, чем мы знаем и чем то, во что мы были убеждены верить. Я полностью убежден, что сказанное Богом обязательно сбудется. Знаешь, Крехло, я проповедовал годы тому назад, я проповедовал это и жил этим одновременно. Мы с Глорией сделали хлебопреломление и посвятили себя тому, что Слово Божье является окончательным авторитетом в нашей жизни. все, что он сказал, мы изменим наш образ жизни, чтобы он соответствовал этому, Слову Божьему, вместо того, чтобы пытаться изменить Слово Божье, чтобы оно соответствовало нашему образу жизни. Я проповедовал на подобную тему, и я услышал, как эти слова вышли из моего духа. Я имею в виду, это не была мысль, о которой я думал ранее. Это просто мгновенно стало частью моей жизни. Я просто ухватился за это. Верить, вера, верование это слово действия. Это не слово об уме. Это не эмоциональное слово, это слово действия. И я проповедовал о том, чтобы быть делателем Слова, а не просто слышателем. И я услышал такое. Например, кто-то говорит, в театре пожар. Каждый, кто верит, выйдет на улицу, и он будет действовать. Он пойдет. Но какой-то глупец скажет, я не чувствую никакого запаха дыма. Вы чувствуете запах дыма? Я не вижу никакого пламени. Он останется сидеть там и умрет из-за своего носа. И вот что вырвалось из моих уст. Я не собираюсь умирать из-за моего носа. Я не собираюсь умирать из-за того, что чувствую. Боже мой, нет. В одном голливудском фильме один актер играл проповедника. Поэтому я не могу в этом винить никого, кроме глупца, который написал это. И благослови Господь его сердце. Он не знает, но он думает, что знает. И это делает его опасным. И тот человек сказал, вера – это чувство. И из-за этого чувства мы все здесь, в церкви сегодня. Я подумал, нет, вера – это не чувство. Если бы вера была чувством, мы бы были в беде. Потому что это значит, что наши чувства были бы окончательным авторитетом. Они все время меняются. Я узнал, что чувства будут лгать вам. Они потолкнут вас к разрушению. Очень хороший мошенник может заставить меня чувствовать иначе. Очень хороший певец может изменить мои чувства. Все начинается с семени. Да. Все в этом мире начинается с семени. Как сказано в Писании, незаслуженное проклятие не сбудется? Да, да. Незаслуженное проклятие не может прийти. Не может прийти. Это семя. Все начинается с семени. Вот что мы должны понять. Все обетования, которые Бог дал нам, — это семя. Но это семя должно сойти со страниц Библии, и оно должно попасть в то место, где оно может произвести то, что есть в нём. Оно должно попасть в то место, где оно может расти. Вот что мы должны понять. Отправная точка во всём нашей жизни. Мы определяем этот путь прямо сейчас. Отправная точка для всего в жизни начинается со слов. И слова — это семена. Я оправдан моими словами, я осуждён моими словами. Жизнь, смерть и жизнь во власти слов. Слова — всё начинается со слов. Это начнётся с того, какие слова входят в ваш разум, в ваше сердце, через ваши уши, ваши глаза, и выходят из ваших уст. Это начнётся со слов, которые приходят вот сюда. Но это также будет частью слова, которое выходит из ваших уст. Так что мой язык... Библия говорит, что мой язык — это трость скорописца. Я могу написать на моём сердце слова, которые я хочу, чтобы росли. Слово также говорит, что твой язык — управляющий, капитан корабля. Да. Ты пилотируешь самолёт, и ты знаешь, что если ты отклонился на один градус, тогда ты окажешься в неправильном месте, если не исправишь это. Да, и чем дольше вы сидите, тем больше это становится. Да. Да. Если я начал с небольшого отклонения, но если я придерживался этого курса достаточно долго, чем дольше вы поддерживаете этот курс, тем дальше вы отклоняетесь, в конце концов у вас закончится топливо, и вам негде будет сесть. Да. Да. Я проповедовал в моём собрании, и я сказал, чтобы вы могли понять эту жизнь веры, если вы можете зайти в магазин семян, пойдите и купите что-то. То, что вы можете посадить у себя в доме, рядом с домом. Листовую капусту, что-то. Потому что мне нужно, чтобы вы видели процесс, как это происходит. Вы идёте туда, и вы видите это семя, и вы думаете, я не могу с этим приготовить кукурузный хлеб. Это даже внешне не похоже, но это семя. Это началось. Это начальная точка всего, что нам было обещано. В большинстве случаев там есть фотография, так что вы можете видеть образ... Да, на этом маленьком пакетике с семенами, да? Да, на этом маленьком пакетике. Вы понимаете, что если у вас готовится кукурузный хлеб, вы не можете ждать до последней минуты, чтобы пойти и посадить семена листовой капусты. Если вам нужна капуста, вам нужно начать заранее и спланировать. Спланировать это, но вы должны выполнять свою работу. Затем вам нужно найти правильный тип почвы. Вы не можете просто сеять семена куда угодно. Красная глина Джорджии не подходит. Да. Вам нужно найти правильный тип почвы, чтобы посадить семена в неё. И ещё перед тем, как сделать это, вам нужно приготовить почву. Вам нужно убрать всё, что мешает. Вам нужно направить вашу жизнь правильным образом. И затем вы сеете это семя. И я хочу, чтобы люди прошли через процесс заботы об этом семени. Когда вы видите, что там есть сорняк, я хочу, чтобы вы понимали, что вам нужно докопаться до корней этого и вырвать их, а не просто скосить верхушки. Вам нужно пойти туда и выполоть это, потому что вы работаете над чем-то. Или когда есть вредители, вам нужно обработать это, чтобы прогнать их прочь, потому что это влияет на то, что вы посадили. И затем вы каждый день проверяете это. Это ежедневный процесс. Вы выглядываете и смотрите на это. И когда что-то, наконец, сходит, вы радуетесь. Смотри, что собирается вырасти из моего семени. И вы проходите через этот процесс. И в один день вы видите там этот большой качан листовой капусты. Он зелёный и созревший. И вы собираете капусту, вы чистите её и делаете с неё всё необходимое. Вы скручиваете листья и нарезаете очень мелко, добавляете остальные ингредиенты, смешиваете всё. И затем вы берёте капусту вместе с кукурузным хлебом. И вы понимаете, то, что я ем с моим кукурузным хлебом, на упаковке было обещано, что это семя произведёт это. То же самое и со Словом Божьим. Вот семя. Это семя жизни. Храните ваше сердце, потому что из него текут источники или силы жизни. Но опять же, это начинается с этого слова. Это слово даёт мне знание того, что я могу и что не могу делать. Это слово говорит мне о моей власти. Это слово говорит мне, что враг, сатана, уже был побеждён, и что Бог дал мне владычество над всей землёй, и что всё, что я свяжу на земле, связано на небесах. Всё, что я разрешу, будет разрешено на небесах. Мне было дано власть над змеями и скорпионами, и абсолютное превосходство над демоническими силами и всеми способностями врага. И ничто никоим образом не победит мне. Почему? Я получил это и слово. Так что это слово — моё начало, чтобы работать во второй сфере — моём мышлении. Я должен начать думать правильно, потому что если на моё мышление не повлияло это слово, тогда я буду позволять словам этого мира входить и влиять на моё мышление. А как человек думает, таков и он. Вот почему Бог сказал Аврааму, оставь своих родственников. Выходи оттуда. Они влияют на то, как ты думаешь. Ты должен уйти от них, потому что они формируют образ твоего мышления. Я пытаюсь говорить с тобой о благословении, а эти эгоистичные халдеи говорят с тобой об эгоизме. Я пытаюсь заставить тебя поднять твой взор, чтобы увидеть изобилие того, что я пытаюсь делать. И пока ты внутри этой палатки, ты будешь смотреть только на потолок. Выходи. Выйди на оружие и посмотри на звёзды. Посмотри на звёзды. Я изобильный Бог, пытающийся сделать что-то для тебя. И потом ты сказал это на вчерашней передаче. То, как я думаю... Мои слова будут влиять на то, как я думаю. То, как я думаю, брат Копланд, это будет влиять на то, как я чувствую. Я могу меняться. Кто-то говорит, я в депрессии. Но и о чём вы думаете? Потому что если вы измените то, как вы думаете, вы измените то, как вы чувствуете. Если вам не нравится то, что вы чувствуете, тогда измените то, как вы чувствуете. Мы с Джоном были на курсах лётной подготовки. Мы проходили повторную подготовку на том конкретном самолёте, на котором мы оба летаем. И Джон превосходный пилот. Он очень хороший. Он бросает вам вызов, когда вы садитесь в этот симулятор, потому что он хорош в этом. И я пошёл туда. И мне не нравилось это. И я не делал всё правильное. И это беспокоило меня. Я вернулся в мою гостиницу в тот вечер. И я подумал, я летал все эти годы. И так же я управлял этим симулятором. Там просто ужасно. Я просто... Я подумал, знаете... Ну что ты за глупец? И так далее. Я ворчал об этом. И потом я подумал, подождите минутку. Просто подождите. Я заплатил этим людям за эти курсы подготовки, чтобы они сделали это со мной сегодня. Зачем? Чтобы найти мои слабые места и укрепить моё мышление. И исправить плохие привычки за последние шесть месяцев. Чтобы пойти туда и исправить это. Я буду продолжать летать на этом. Мне нужно продолжать пилотировать. Это правильно. Не так, а вот так. Правильным образом. И я сразу же сказал, хорошо, измени свой разум. Открой книги и начни изучать это. И сделай это сегодня вечером. Потому что, когда ты вернёшься к этому симулятору утром, ты будешь другим человеком. Ты идёшь туда, чтобы научиться. Ты идёшь туда не для того, чтобы жалеть себя. Или так. Или езжай домой. И я подумал, нет, я не поеду домой. Я сделаю это правильно. И вот, что должно было произойти. Мне нужно было исправиться согласно Слову. Все эти мысли были основаны на словах. У меня есть то, что я говорю. И мне не нужно называть себя глупым. Мне не нужно называть себя неудачником. Я здесь, чтобы научиться. Я здесь не для того, чтобы хорошо выглядеть. В действительности, Слово принесёт свет. Не для того, чтобы осудить вас. Нет никакого осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. Крефла. Никто никогда не исправлялся, осуждая себя. Осуждения не работают. Вы можете бить себя по голове за совершённые ошибки. Вы можете бить себя по голове за то, что не приняли своё исцеление. Вы можете бить себя по голове из-за всех проблем. И это ничего не изменит. Это сделает вам только хуже. Передайте заботу об этом осуждении Богу. И прочитайте следующий стих в восьмой главе послания к римлянам. Что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Без слова Божьего. Я никогда не смогу думать таким образом. Но вы должны заставить себя делать то, что вы умеете делать. Да. Есть так много людей, которые... Вот в чём разница, верно? Да. В этой ситуации и в любой другой ситуации. Ты мог бы просто пойти, лечь и спать с этим. Я имею в виду, ты должен заставить себя посреди атак. Я знаю, правильное слово и правильный образ мышления, и мои чувства согласуются с этим. Я знаю, если я сделаю это, происходит развитие. Но если я знаю, что должен делать что-то, но я не посвящаю себя деланию этого, я похож на тех, кто соглашается в уме. Я говорю «Аминь» в церкви. Но я терпел поражение всякий раз, когда приходило давление. Я не хочу провести остаток моей жизни, терпя поражение, когда приходит давление, никогда не получая подлинного доказательства, что это работает. И поэтому я представляю себя. И я сказал в нашей церкви, я сказал, «Вот я говорю вам идти к этому. Я говорю вам делать это. Но позвольте мне поговорить с вами о другой стороне». Я сказал, есть времена, когда, будучи под атакой, я должен замолчать. Возможно, мне нужно пойти куда-нибудь в угол и свернуться к калачикам. Но я делаю всё, чтобы мой следующий шаг с этим инструментом дал рождение чему-то правильному. Потому что я дал рождение неправильному, о чём я уже знаю. И я либо остаюсь таким же самым, или ничего не меняется. Но когда я делаю то, что я научен делать, не чувствуя этого в данный момент, потому что мои чувства сражаются со мной из-за того, что я делаю то, что научен делать, но Бог не дал мне чувства для того, чтобы чувства могли взять власть над моей жизнью. Я должен брать власть над моими чувствами. И я беру власть над моими чувствами, используя слово. И затем я исправляю моё мышление. И затем я говорю, очень просто, «Хорошо, какое местописание я буду использовать?» Просто помолчи. «Какое местописание я буду использовать, чтобы разобраться с этим?» «Какое обетование у меня есть?» «Хорошо, крефло и так, моё слово говорит, что ты силён». «Слабый пусть скажет, я силён». Или посередине недостатка, давайте постоянно говорить, «Господь наслаждается процветанием своего раба». Да, что вы будете делать? Что вы будете делать? Да, что вы будете делать с этим, да. Или я буду сидеть здесь и говорить это, чтобы исправить моё мышление, чтобы исправить мои чувства, потому что мои слова, моё мышление, мои чувства, они ведут меня в то место, где это не будет принесено в эту жизнь. И это моё решение. Моё решение будет открытой дверью в реальность. Но мне лучше позаботиться о том, что я готовлюсь принять решение, которое я хочу увидеть. Так что я должен убедиться, что мои слова отсюда. Я должен убедиться, что моё мышление согласовано с этим. Я должен убедиться, что мои эмоции согласованы с этим. Потому что когда я принимаю это решение в согласии с этим словом, тогда реальность этого будет в согласии либо с этим словом, либо в согласии с какими-то эмоциями, которые в согласии с чем-то ещё, что не совпадает со Словом Божьим. Да, но, Крефло, подожди минуту Знай, что они сказали обо мне в газете Знай, что они сказали о моем служении Они думают, что я краду деньги из церкви Ты хочешь, чтобы я просто сидел и принимал это И подставлял другую щеку? Я не собираюсь это принимать Ты понимаешь? Я не собираюсь И тогда я отвечаю Я недвижим тем, что они говорят И я недвижим тем, что они написали Я недвижим ничем из этого Вот чем я решил быть движим Потому что если я позволю этому руководить Но я буду глупым Каким-то глупым человеком Который сидит где-то и ест кексы Тебе придется взять на себя заботу об этом Чтобы это повлияло на тебя Я не забочусь Я не могу выразить, насколько сильно я не забочусь Я переложил все свои заботы На моего первосвященника Иисуса Потому что он сказал делать это в своем слове Я должен был узнать это из Слово Божье Знаешь, как я узнал? Я узнал об этом от проповедника И когда я узнал, что это было там Я сказал, ну, это решено навечно Всякую заботу, всякое беспокойство Я должен переложить на Иисуса Если он не примет эту заботу Он не будет верным и справедливым первосвященником Он не будет исполнять свое слово Я избрал его в 3 главе послания к евреям Как мой первосвященник Я избрал его как моего первосвященника Но он дал мне приглашение Я не пытался заставить его быть моим первосвященником Он пригласил меня прийти и принять его как моего первосвященника Поэтому я перекладываю все мои заботы на него И ему ответ на все это таков Я не забочусь Иисус сказал, что он позаботится Он позаботился об этом И я не забочусь Я не могу выразить Вы не можете себе представить, насколько сильно я не забочусь Вы не можете украсть это у меня Не вы дали это мне И вы не можете украсть это у меня Он дал мне приглашение к благословению Он дал мне приглашение стать исцеленным Он дал мне приглашение стать праведностью Божьей Он дал мне приглашение быть больше, чем победителем Он дал мне приглашение не ходить в недостатке Он дал мне приглашение действовать в изобилии И я не собираюсь отказываться И вопрос в этом Как много христиан каждый день отвергают особое приглашение, которое Бог дал нам. И потом сражаются из-за этого. Да. Да, понимаете? Он пригласил нас принять Святого Духа, чтобы вести, наставлять и направлять на всякую истину. Да, но... И просто начинает большой спор из-за этого. Нет, Он не приглашал меня сражаться из-за этого. Он пригласил меня прийти и принять это изобилие. Переливание через край. Я принимаю это. Я принимаю это. Я принимаю это. Я принимаю это даже тогда, когда другие думают, что я не должен принимать это. Я принимаю это. Да, потому что вопрос... Тебя разве не заботит, во что они верят, о тебе? Нет. Нет, это не мое дело. Я не призван проповедовать меня. Мне не важно, во что они верят обо мне. Дело в том, во что они верят об этой книге. Во что они верят об Иисусе. Но я верю в Библию, я верю в Иисуса А вы можете верить обо мне во что захотите Что мне делать с кем-то? С моей репутацией? Чтобы мне разбираться с моей репутацией, мне придется разбираться со всеми людьми в мире, кто думает что-то обо мне Это действие эгоизма внутри Я не разбираюсь с моей репутацией, и я был поставлен здесь, чтобы делать две вещи — любить и служить Да, это ваша работа Поэтому выполни свою работу любой ценой Наше время подошло к концу Мы вернемся через минуту Здравствуйте, я Коннет Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего» Мы снова благословлены сегодня возможностью принимать у нас в гостях Крефла Доллара Хвала Господу Давайте вместе поприветствуем этого мужа Божьего в этой студии Спасибо Слава Богу, Крефла, какое чудесное время, чтобы жить Да, это так Я очень впечатлен тем Что мы Избранное поколение Мы могли быть рождены в какое-нибудь другое время Если бы у вас не было того, что нужно, чтобы справиться в этом самом опасном поколении в истории человечества Вы бы родились в какое-нибудь другое время Но Бог призвал вас быть прямо здесь Прямо сейчас И у нас есть что-то И у Него есть что-то Если собрать нас вместе с Ним События происходят в благословении Господнем В благости Божьей В Слове Божьем Вам нужно вскочить в это Войти в это Слава Богу Глория сказала, что солнце будет светить на всякого, кто выйдет на солнце Да Слава Богу Аминь, аллилуйя Крефла, мы говорили о шагах Которые необходимы Чтобы перейти от полного пребывания В проклятии болезней, немощи, нищеты Духовной смерти Физической смерти В всем проклятии Которое пришло на человечество К хождению и жизни в благословении Господнем Которое обогащает И печали с собой не приносит, сказано в Писании Ты говорил о первом шаге Что слова Это семена, которые начинают все Нравится вам это или нет Это окружающая среда сотворена словами и управляется словами Вы не можете изменить это Но вы можете изменить слова Под которыми вы живете И когда вы делаете это слово Окончательным авторитетом вашей жизни Тогда вы в Божьем главном плане По направлению к успеху в вашей жизни Не только в этой жизни Но и в грядущем мире И вы должны выбрать верить в это Вы должны выбрать верить в это И Бог научит этому вас Можно посмотреть на это еще одним образом Это духовная пища Все живое на лице этой земли Бог сотворил это так, чтобы оно нуждалось в питании для жизни Все Растения Все происходит из семени И должно получать питание Он обеспечил питание Но он не станет кормить вас Если вы не обратитесь к нему за этой пищей Он поставил выбор за вами Вам необходимо получать физическую пищу Вам необходимо получать умственную пищу Вам обязательно нужно получать духовную пищу Пища должна точно соответствовать вашему телу Иначе она не накормит его Вы не можете класть что-то в ваш рот Только из-за того Каково оно на вкус Если оно не соответствует в точности вашему телу Если оно было загрязнено Или было испорчено Вот реальная пища И в этой стране вам нужно позаботиться о том Чтобы она была органической Потому что в ней будут химикаты Которые превращают ее из настоящей пищи Для питания вашего тела Вам необходимо иметь чистую умственную пищу Вы можете вкладывать в него все, что захотите Но она не накормит ваш разум Если только это не умственная пища Духовная пища Вот это слово Божье Оно точно соответствует вашему духу Ваш дух точно такой же, как оно Религия Вы можете питаться религией Но она не напитает ваш дух Ваш дух будет голодать Поэтому другие религии Как вам узнать? Как вы можете это определить? Какая из них созидает веру в Бога? Есть другие религии Вы читаете это Вы погружаетесь в это И так далее Вы практикуете это И все такое Но внутри по-прежнему есть пустота Пустота внутри вас Что-то неправильно Это не питает ваш дух Это выглядит, как духовная пища Но это загрязнено Вот настоящее Иисус Дверь к настоящей пище Я не против сказать вам прямо сейчас Пойдите и испытайте Посмотрите Да Встаньте на колени и помолитесь любому Богу Помолитесь одному Богу Помолитесь другому Богу Любому Кто приходит вам на ум И посмотрите, какие результаты вы получите И потом Пойдите к Иисусу О, брат Копланд Как ты можешь такое говорить? Это не сложно Я знаю, какие будут результаты И когда вы пойдете к Иисусу Вы больше никогда не пойдете никому другому Верно Семя Любое семя Должно сначала пустить корни В действительности Это растет вниз в мире невидимого Прежде чем оно выйдет наружу И откроет все плоды Которые вы Получите из этого семени И иногда Нам нужно понимать силу терпения И то Почему это так сильно в жизни верующих Что когда я терпели в чем-то Я в действительности просто остаюсь Тем же самым в том На чем я стою И позволяя этому расти И когда вы кладете эту капусту Мы говорили о капусте и кукурузном хлебе На прошлой передаче Вы кладете семена этой листовой капусты В землю И вам нужно будет оставаться терпеливым И неизменным И таким же самым зная Что капуста вырастет из земли Крефла, ты можешь взять эту иллюстрацию Тебе нужно знать, что это за семя Прежде чем вы съедите то, что оно производит Да Вы можете посеять белладонну Точно так же, как вы можете посеять эти семена Этой листовой капусты Вы можете посеять другие растения Которые отравят вас до смерти Это семена Так что любое семя не сработает Вам нужно знать, что это за семя Потому что вырастет именно то, чем является это семя Да И когда вы делаете Слово Божье окончательным авторитетом Вы основываете всё Всё в вашей жизни будет основано на этом Величайшая трагедия, которая происходит каждое воскресенье Это когда люди выходят из церкви и терпят поражение В осуществлении плана Или не принимают приглашения, которое было дано в тот конкретный день Это величайшая трагедия И это то, что нам действительно необходимо понять Это факт, что без правильного основания И это то, о чём мы говорили В 81-м псалме говорится о том, что происходит прямо сейчас Как получается, что люди не могут оставаться в браке? Как получается, что каждая четвёртая женщина в нашей стране болеет венерическими заболеваниями? Что происходит в это время? Что происходит? В 5-м стихе 81-го псалма что-то сказано Он говорит «Не знают, не разумеют и во тьме ходят» Вот что я хочу показать вам Все основания Земли колеблются Они колеблются В расширенном переводе сказано Все основания Земли Основные принципы, на которых покоится ведение справедливости, колеблются Поэтому, если основания Или если основные принципы колеблются Тогда мы должны работать над этим основанием Мы должны трудиться над проповедованием того, что дало нам основание, которое у нас есть для нашего успеха Многие люди хотят успеха, но они игнорируют основание И когда у нас есть трещина в этом основании Оно в опасности И когда основные принципы потрясены Когда нравственности больше нет В каждой мировой империи первой исчезала нравственность Да И если вы не разберетесь этим Вы будете следовать тому же образцу Вы на пути Вы на пути к тому Чтобы сделать это И у меня есть завет всемогущим Богом И я верю, что у меня есть ответственность Стражаться за нравственность в этой нации И когда принципы не в порядке Когда фундаментальные вещи, такие как молитва Фундаментальные вещи, такие как мужчина и женщина Которые остаются вместе и воспитывают детей Основные вещи Тогда именно там вам нужно вернуться назад к слову Потому что это исправит всё Что было потрясено в этом основании Вот что мы должны понять Крифло, я хочу прояснить кое-что, пока идёт передача Я скажу это открыто Да Когда они изменят Если они изменят законы в стране Чтобы сделать проповедь нравственности незаконной Тогда мне придётся нарушить этот закон Я буду проповедовать это всё равно Но они посадят тебя в тюрьму Тогда я буду проповедовать это в тюрьме Потому что это всё, что я делаю Я проповедую слово Я проповедую вовремя И проповедую не вовремя Я проповедую это в тюрьме Я проповедую это вне тюрьмы Это всё, что я делаю Это всё, что я буду делать Но если я продолжу делать это И единственный способ, как они смогут остановить меня, убив меня Если они убьют меня А обратная сторона этого потрясающая Я пойду на небо Пусть это приходит, брат, слава богу Но когда вы приходите к решению такого рода Когда вы стоите на слове Божьем таким образом Я не верю, что они смогут изменить этот закон Знаешь, что произойдёт в этой стране? Если они сделают незаконным проповедование Библии из-за кафедры на определённые темы Я знаю, что произойдёт в твоей церкви Я знаю, что произойдёт в моей церкви Я знаю, что я буду проповедовать утром в следующее воскресенье Я буду проповедовать именно это Я буду нарушать этот закон так быстро, как только смогу его нарушить В остальных случаях я законопослушный человек Я верю, что я должен исполнять законы земли Но когда Писание говорит, что когда вы нарушаете установленное Богом Божий гнев является результатом И я не собираюсь нарушать это Многие люди Знаешь, мы любим говорить о многих вещах Но мы в действительности не хотим говорить об этой другой стороне помазания Изнанке помазания И в Библии очень ясно сказано, что когда вы задеваете помазанных людей Когда вы задеваете помазание Вы оказываетесь на другой стороне Которую вы не захотите увидеть И я не хочу даже призывать это Я просто молюсь и люблю их Но это приходит? Да, это урожай этого И дело в том, что мы, знаете, кто-то может смотреть передачу и говорить «Ну почему мы говорим только о Библии, о Библии и Библии?» Это основание Это то, за что мы должны ухватиться Да Это то, что исправляет всё неправильное Это когда вы заставляете себя смотреть в эту Библию и говорить «Вот, я муж, и мой брак не в порядке Дайте мне увидеть, что мне нужно сделать Дайте мне увидеть, я должен любить мою жену, как Христос возлюбил церковь Я был так занят эгоизмом Я не делал этого Дайте мне пойти и применить это в моей жизни Крефла, есть другие религиозные книги, которые говорят мужчине, что если его жена не слушается его Он должен бить её Если она всё равно не слушается, убить её Что он просто может убить её К чему это приведёт вас, если вы сделаете это? Если я побью Тэфи, это принесёт мне порку Да, мне не нужно ничего такого Но посмотрите на то, что вы создали Вы создали спонтанную цепочку смерти И это будет просто продолжаться, потому что чей-то брат разозлится Из-за того, что вы сделали И так далее, и так далее Это действие дьявола Есть религиозные книги, очень толстые религиозные книги, которые скажут вам такое Но не эта книга Нет Эта книга не говорит вам делать такого А как вам узнать, что это правильная книга? Пойдите на кухню и приготовьте Как мне узнать, что у меня рецепт шоколадного торта? Пойдите на кухню и приготовьте Посмотрите, что из этого получится Посмотрите, что из этого получится Пойти и приготовить Да, пойдите, приготовьте шоколадный торт и положите в него много соли, и посмотрите Нет, это неправильный рецепт Это было подтверждено снова и снова Посмотрите на евреев Да Каждый народ, каждое правительство на лице земли пыталось стереть евреев с лица земли. И даже когда еврейский народ, когда они не пытались служить Богу, их по-прежнему нельзя было стереть с лица земли. И любой еврей в любом месте на этой земле, который слушался этой книге, процветал вопреки аду и всему, что кто-то мог сделать с ними. Они подтвердили это, и Соединенные Штаты подтвердили, что это основание для успеха духа, души, тела, в финансовой сфере, в правительстве. Было подтверждено, что это так. Было подтверждено. Верно? Они используют это в судебных законах. Вы приходите на место свидетеля, вы поднимаете вашу правую руку, и вы кладете вашу руку на эту Библию. И вы говорите, я обещаю говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды. И да поможет мне Бог. Бог в послании к евреям, в 6 главе, Он дал клятву. И Он смотрел вокруг, пытаясь увидеть, может ли Он найти нечто большее, чем поклясться. Он не мог ничего большего, чем Он. Так что Библия говорит, что Он поклялся Собой. И вот картина, которую я увидел, когда я представил это. Я видел Бога. Я видел Бога, полагающего руку на самого себя, поднимающего свою руку и говорящего, «Я клянусь благословить тебя, я клянусь умножить тебя чрезвычайно и сделать тебя чрезвычайно плодовитым. Я клянусь, что я исполню каждое слово, которое вышло из моих уст, и я не изменю эти обетования». Крефла. Он не только поднял свою правую руку, положил руку на себя. Он стоял в крови, когда Он сказал это. Да. Да. Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятву. Клятву. И вот где мы приходим к тому, что спрашиваем себя. Мы говорили о двух типах истины, двух видах неверия, и теперь здесь есть два вида веры. Есть вера Фомы. Да. И есть вера Авраама. Авраам верил Божьему Слову. Фома верил тому, что он мог видеть. Он верил своим чувствам. Но Авраам не всегда верил Божьему Слову. Так что же он делал? Как он оказался, как сказано в 4 главе в послании к кремлинам, как он стал таким? Потому что мы ходили вокруг этого. В 17 стихе 4 главы послания к кремлинам сказано, как написано, «Я поставил тебя Отцом многих народов пред Богом, которому Он поверил, животворящим мёртвых и называющим перед Богом, перед Богом, перед Богом, животворящим мёртвых и называющим несуществующее как существующее. Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался Отцом многих народов, по сказанному, «Так многочисленно будет семя Твое». И не изнемогший в вере, интересно, как он ушёл от того, чтобы быть слабым в вере? И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба сарина в омертвении. Он не помышлял об этом. У него всегда был выбор, чтобы помышлять о том или об этом. И он не помышлял об этом, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл твёрд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силён и исполнить обещанное. Потому и вменилась ему праведность. Он не всегда был таким. Он не всегда был таким. Но давайте откроем 15 главу книги Бытия и посмотрим, как Бог пришёл с приглашением. Он не был таким. Он не был вполне уверенным человеком. Чего он начинал? Каким был путь, который он выбрал, чтобы привести его в то место, где он смог быть таким, как мы только что прочитали в Послании к римлянам? В первом стихе 15 главы Бытия сказано, «После сих происшествий было слово Господа к Авраму». Ты позволишь мне сказать это так? «После сих происшествий было приглашение от Господа». Конечно, да. К Авраму в видении и сказано, «Не бойся, Аврам». «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Заметьте, как он представлялся в 15 главе Бытия. Но посмотрите, Бытие 17.1. Там сказано, «Аврам был 99 лет, и Господь явился Авраму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, Я всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Это Бог, приходящий с приглашением. Это не Авраам приходил к Богу. Нет, он пришел к Аврааму. Он пришел к Аврааму. Он пришел к Аврааму, когда Авраам не верил. И что Бог приглашает его делать здесь? Посмотрите на это, снова в 15 главе. Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Элиазер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чеслов твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты сможешь, счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». И вот оно, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность и сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Я тот, кто вывел тебя. Я пришел с приглашением, чтобы дать тебе это». Посмотрите на 8 стих. Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Не похоже на слова человека, о котором мы только что прочитали в 4 главе Римлянам. Не похоже на слова человека, который не колеблется в обетованиях Божьих. Посмотри, что он сказал Крифла. Он сказал, «У меня нет семени». Да. Видишь, он еще не понял. У него не было никакого семени. У него не было, но он не знал об этом. Он не знал об этом. Потому что Бог уже пообещал это. Но он не знал, что Божье Слово было его семенем. Да. И Бог ответил на этот вопрос. И, может быть, мы сможем коснуться этого завтра, но Бог ответил на этот вопрос в 18 стихе. Как вам узнать, что вы унаследуете это? Сказано, «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомство Твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». И Бог заключил. «А как мне узнать, что я получу то, что ты сказал?» Бог заключил завет с Авраамом. Теперь мы посмотрим, как этот человек шел от колебания и неверия к тому, что мы прочитали в 4 главе Римлянам. И мы посмотрим на то, как Бог умело при помощи этого приглашения не только привел Авраама в этот завет, но и как он включит всех нас в этот завет. И как это работает сегодня. Я думал, что стих с 9 по 17, я смотрел на это так, как вообще к этому относится 9 стих? Он задал вопрос, «Почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молотого голубя». Что? В моем разуме Авраам понял, что Бог собирался делать. Он участвовал в церемониях заключения завета в свои дни. Он знал, что происходило. Весь мир понимает, кроме западного мышления. Мы свели это к листу бумаги, договору, который мы можем порвать. Но не Бог. Он не может порвать это. Да. Ему нужно решить, как заключить известные, сильные соглашения с этим человеком, чтобы этот человек взял его семя, чтобы этот человек взял его слово, чтобы этот человек смотрел на это слово. И, несомненно, Авраам смотрел на это и просто знал, а не только верил. Завет поведет нас намного дальше, чем то, что я верю. Он приведет нас к... Я знаю. Да. Я знаю, Вы не можете изменить меня. Да, я знаю, что я праведность Божия. Я знаю, что у меня есть власть, потому что у меня есть завет. И затем он продолжает. И он начинает говорить об этой церемонии и силе этого. Сказано, он взял их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. Он уснул под этой силой. И вот напал на него ужас и мрак великий и сказал Господь Аврааму. Он начал говорить к нему, пока Авраам находился под этой силой. И он сказал, «Знай, что потомки твои будут перешальцами в земле». Он произносит клятвы. Он дает клятву этому человеку почти как драк. Он дает клятву этому человеку, соглашение. И затем он сказал, «А ты отойдешь к отцам твоим в мире». И 17 стих, «Когда зашло солнце и наступила тьма». Посмотрите на это дымящееся пламя. Вот дым, как бы из печи и пламя огня или пылающий огонь. Это то же самое, что и Израиль видел, что направляло их и вело их. Это было само присутствие Божье. Что оно делало? Оно проходило между этими частями. Ходило в этой крови. И это все время подошло к концу. Аллилуйя. И затем все это снова повторяется в послании к евреям и приводит нас в это место. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, это передача «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Давайте помолимся, потому что мы работаем над чем-то. Крефла Доллар сегодня здесь, и Бог проложил дорогу, которой мы с Ним должны следовать, и вы должны следовать ей вместе с нами. Отец, мы молимся об этом. Помоги нам, помазанием Святого Духа, сделать эти шаги точно, и чтобы люди были помазаны, чтобы точно их услышать. Открой глаза нашего понимания, и мы принимаем откровение с небес во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Крефла, вчера мы были в книге Бытия, где Бог вполне убеждал Авраама. Он стал вполне уверен. Он стал Авраамом. Божье имя было соединено с его именем. Он стоял в крови, говоря к этому человеку. Но Бог говорил не только о нем, об Аврааме. Он сказал, «Таким будет твое потомство», говоря о том, что семя, его семя будет благословлено. Не только он, потомки, семя. Потому что Авраам задавал ему вопрос, «У меня нет семени». Божье слово было его семенем, но он еще не понял этого. Он думает о физическом семени своего тела, и теперь ему уже сто лет, а его жене более девяносто лет. Я имею в виду, что они будут делать. И теперь Бог дает им семя. Это помазанное семя своего слова. Поэтому начни с этого и веди нас к тому месту, где мы с тобой сидим за этим столом сегодня. Это обетование для нас точно так же, как оно было для него на равнинах Мамри в то время. 17 глава Бытия. Авраам получает это приглашение. Бог появляется и говорит, «Я Бог Всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». И вот что Он теперь говорит. Теперь Он заключает завет. «И поставлю завет Мой между Мною и тобою, Авраам, и весьма, весьма размножу тебя». Бог говорит, «Это Моя воля, весьма размножить тебя. И это Моя воля заключить этот завет между тобою и Мною». И пал Авраам на лице Своем. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет Мой». Что касается Меня? Что касается Меня? Это приглашение. Это для Меня. Разве это не приглашение? Я не знаю, как это прочесть, если это не приглашение. Тебе нужно решить для себя. Но что касается Меня, Я пошлю это тебе. Но Я, вот завет Мой с тобой. «Ты будешь отцом множества народов». Знаешь, это так, словно Бог говорит, «Я поставлю это здесь». Но тебе нужно принять решение. У тебя есть роль в этом. Да, да. Он не сказал, «Послушай меня, парень, ты будешь Моим партнером в этом, или я убью тебя». Нет, 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 нет. Такого не было в Нем. Бог не такой. Это не то, как Он. Это не Его стиль, Креф. Сегодня то же самое. Бог по-прежнему сегодня тот же самый. Что касается Меня, «Что касается Меня, ты исцелен. Что касается Меня, ты процветающий. Что касается Меня, ты освобожден». Он по-прежнему говорит то же самое. Он не изменился, верно? Каково твое и мое поручение в жизни? Иди, как они могут верить без проповедующего? Как может проповедник проповедовать, не будучи послан? Бог говорит, «Итак, вы приняли Мое приглашение. Передадите ли вы его им? Пойдите и скажите им, пожалуйста, а со своей стороны я хочу». Есть другие люди в мире, которые говорят, «Бог не посылал этого приглашения». Не верьте, что Бог послал вам это приглашение. «Все, что вы хотите, это Мои деньги». Нет, «Все, чего я хочу, передать вам это приглашение». Потому что у Бога есть богатство и изобилие для Его людей, о котором мы даже еще и не думали. Да, да. Это Его воля. Он говорит, «Я желаю весьма размножить тебя». Это весьма, это то, что мы, мы не ухватили эту часть про весьма. Мы еще даже не коснулись этого. И затем Он говорит, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов и не будешь ты больше называться Авраамом». Это было частью церемонии завета. Всегда происходило изменение имен. Если люди с фамилией Вильямсберг, в одно время одна семья была Вильямс, и в то же время другая семья была Берг, но когда они вступали в завет, чтобы избавиться от слабости, они взяли одно имя. Затем Он сказал, «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов». И вот это снова. «Весьма, весьма распложу тебя». Мы видим. «Весьма размножу тебя». «И весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между...» Вот это, смотрите внимательно. «Между Мною и тобою, Авраам, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». С этого момента Бог не просто говорит к Аврааму, Аврааму. Он говорит к Аврааму и потомкам его, потомков его, и его семени. Как далеко заходит это и потомкам его? Потому что мы пытаемся понять, как нам принять участие в этом пути, в котором Авраам идет от неверия к благословению. Послание Галатам 3 глава. Теперь мы знаем, почему в 4 главе Римлянам сказано, Аврааму и его семени были даны обетования, быть наследником мира. «И он был вполне уверен». Вы тоже были бы уверены, видя Бога, стоящего в той крови, и его пылающий огонь. И он стоит там, указывая на вас пальцем, и говорит, «С моей стороны это так! Знаете, что Авраам сделал? Он поскочил и сказал, «Да, да, для меня тоже, для меня тоже. Ты меня не оставишь. Я не буду к этому». Я жду, когда услышу, как церковь говорит, «Для меня тоже, для меня тоже». Третья глава Галатам. Я хочу разобраться с этой частью, стихи 15 и 16, а затем вернуться и пойти дальше. Он сказал, «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утверждённого завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему». И в расширенном переводе Библии сказано, «Говоря в терминах человеческих отношений, если какой-то человек делает завещание, обычный человеческий завет, никто не откладывает его в сторону или аннулирует его, или добавляет к нему после того, как оно было составлено и подписано». В 17 главе «Послание к евреям», верно? 6 глава, 17 стих. И здесь он говорит, «Но Аврааму даны были обетования и семени его». В 17 главе «Бытия» он сказал, «Я говорю с тобой, Авраам, и с твоим семенем». Он говорит, «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Мы только что видели это. Он сказал, «Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которые есть». Христос. Христос. Помазанный. Это Галатам 3,16. Это Галатам 3,16. Итак, он говорит здесь, «Я заключал завет с Авраамом и Христом». Почему он заключал завет со Христом? Потому что вначале, знаете, сотворим, сотворим. Он был с отцом, когда он заключал завет с Авраамом. Но затем мы переходим к 26 стиху. «Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса». Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. «Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Если же вы Христовы... Или если вы во Христе Иисусе. Если же вы Христовы... Да, это то, что он только что сказал. Если же вы Христовы... И вот что я увидел. Если же вы Христовы, или если вы в этом семени... Да. Во Христе. Да. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, о котором он говорит, и по обетованию наследники. Если же вы Христовы, тогда вы часть этого семени. Он говорит к вам. Он говорит к вам. И заметь, что слово «семя» здесь, Крифла, также в единственном числе, как когда он говорил к Иисусу. Он не просто говорит ко всему телу Христову, он говорит Крифла Доллару, он говорит Каннету Копланду, он говорит к вам, как к личности. Обетование также великое и реальное для вас, Бобби Джонс, Билл Смитт и Каннет Копланд и Крифла Доллар, как оно было для Авраама, как личности, как оно было для Иисуса. И что это за обетование? Я весьма размножу тебя. Я сделаю тебя весьма плодовитым. Я благословлю тебя. Так что если кто-то говорит, что Иисус был беден, после понимания этого завета, который Бог заключил с Авраамом? Это просто смешно. Невозможно, чтобы Иисус был беден, когда он слушался Бога, исполнял заповеди Божьи, ходил Божьими путями и был частью этого завета благословений, который он заключил с Авраамом. И мы знаем Авраама, свидетельство Авраама. И Авраам был богат скотом, серебром и золотом. И Лот был с ним, и он тоже был богат. И теперь вдруг Авраам был богат, Исаак был богат, Иаков был богат, Иосиф был богат, Соломон был богат. Но когда вы приходите к Иисусу, он был беден. Это глупо. Нет, 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 нет. Когда это утверждено в вашем мышлении, что Иисус, пока он использовал свои права завета как семя Авраама, сатана никогда не мог добраться до него. Он сделал это на земле. Все, что он делал. Он ходил в благословении Авраама. Всякое исцеление. Он ходил как пророк в завете Авраама. Всякое воскрешение. Все, что он делал. Он успокоил бурю точно так же, как Бог разделил море. Благословением Авраама. Но вы приходите во второе послание к Оримфинам, в восьмую главу, и там сказано, что по благодати он обнищал ради нас. Он отдал свои права на благословение и взял ваш и мой грех, чтобы мы могли быть благословлены в нем. И через его нищету вы могли быть сделаны богатыми. И апостол Павел сказал, вам нужно изобиловать также и этой благодатью. соединение с благословением впервые, в первый раз. Не было другого времени в жизни Иисуса. Бедный означает, что чего-то недостает. Речь не шла о недостатке материальных вещей. Он не испытывал недостатка в материальных вещах. Фактически, когда он собрал учеников, соединил их с благословением, сказал им оставить свою верхнюю одежду и кошельки, оставить дома и идти подвое. Когда они вернулись назад, он спросил, имели ли вы в чем-то нужду? Они сказали, нет, Господь, мы не нуждались ни в чем. Он сказал, теперь идите и возьмите все. Потому что теперь вы знаете, откуда приходит ваше обеспечение. И они соединились с благословением. Но Иисус впервые на кресте, впервые на кресте, чего ему недоставало? Нематериальных вещей. У него были вещи. Цари принесли ему вещи. У него были они. У него был дом. Он показал людям его. Иоанна, первая глава. Учитель, где ты живешь? Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и пробыли у него день тут. Так что мы говорим не о материальном. Чего ему недоставало? Ему недоставало в тот момент внимание Отца. Когда Он принял решение отпустить благословение, и Бог отвернулся, когда Он совершил обмен и стал грехом, Он стал грехом, чтобы обмен мог быть полным, чтобы Он мог сказать, «Свершилось, и благословение, которое было на Нём, теперь доступно нам». Оно доступно нам. Он стал агнцем, чтобы мы могли иметь это. Бог сам обеспечил агнцем. Бог усмотрит. Авраам пророчествовал об этом. Авраам пророчествовал своему сыну. Бог усмотрит агнцем. Фактически регион, где Авраам принёс в жертву своего сына Исаака, в окрестностях горы Мариа, это то же самое место, где Иисус был на кресте. То, что Авраам не закончил со своим сыном, Бог, будучи в завете с Авраамом, пришёл с Иисусом Христом и сказал, «Я сделаю то, от чего я удержал тебя. Я увидел образ, который был у тебя. Я увидел видение, которое было у тебя, как я воскрешаю твоего сына из мёртвых». Остановись прямо сейчас. «Я возьму это видение, которое было у тебя, как я воскрешаю твоего сына из мёртвых, и я сделаю всё это. Мне нужно было, чтобы ты привёл меня к этой точке». Иисус здесь. Его очередь идти и делать это. Так что всё остальное, вот о чём здесь сказано, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано, «Проклят всякий, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось, как ты говоришь это? На всех остальных из нас. Давай вернёмся назад на минутку. Бог сказал слова благословения Адаму. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над ней». Затем Он сказал то же самое «Ной и его сыновьям». Ной и его сыновья. Там конкретно сказано. «И благословил Бог Ноя и сынов его». Это Сим, Хам и Иофет. Эти три сына Крефла – это все народы земли. Все остальные были уничтожены. Вот эти три сына. Сим остался в этом. Он остался в завете, который Бог заключил с его отцом и ими, установив радугу в небе. А остальные два сына – нет, они создали то, что стало Вавилоном. И эта Вавилонская система существует, известная миру как система коммерции и так далее. Это благословение без Бога. Мы стали своими собственными богами. И нам не нужно его благословение, Божье благословение. Мы ходим в этом. Это прокляло остальных двоих, но Сим остался. Сим стал Мелхиседеком. Это был титул, который означал «Господь, правитель Иерусалима». Бог послал его как первого священника благословить Авраама после поражения царей. Поэтому Мелхиседек передал Аврааму то же самое благословение. «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». Он назвал его владыкой неба и земли, потому что он связан с Богом, заветом, и он отдал десятину на основании этого. Если перейти в послание к евреям, там сказано, «Иисус – первосвященник по чину», у него тот же чин от Бога, который имел Мелхиседек. И сказано, что Мелхиседек принял десятину Авраама и благословил Авраама. Он принял его десятину и благословил его. Затем Бог поклялся, стоя в той крови. И теперь Авраам принял это. Он, по праведности, по вере, стал наследником мира. Иисус сразу же говорит в следующем стихе. И здесь «Десятины берут человеки смертные, а там, имеющие о себе свидетельство, что он живет, Иисус имеет тот же чин. Прими их десятины и благослови их». Крефлодоллар, владыка от Бога, владыка небес и земли, благословенный благословением Авраама. Неважно, являемся ли мы потомками Хама или Иофета, слава Богу, но это благословение пришло на всех нас. Мы имеем родственную связь с этим благословением. Да. Оно пришло на всех нас через Христа Иисуса. Аминь. Все, что Бог видел, это троих человек, Сима, Хама и Иофета. И они передали это Аврааму, и он передал это дальше. Это было для всего семени, но не все они хотели ходить в этом. Это было для всех братьев Иосифа, но только он один ходил в этом. Это было для всех братьев Давида, но только он один ходил в этом. Это было для всей семьи Иова, но только Иов был единственным, Кто держался за это и отказался похулить Бога и умереть Это пришло на всех нас благодаря этому У вас есть право избирать это и ходить в этом, слава Богу Мы будем ходить в этом Сколько у нас осталось времени? У нас есть три минуты Ты должен перейти к тому, о чем ты говорил мне из послания к Ефесянам Да Ты когда-нибудь сбивал гвоздем две доски вместе А потом брал свой молоток, поворачивал его и забивал с обратной стороны Загибал этот гвоздь Это будет как загнутый гвоздь с обратной стороны доски В 11 стихе 2 главы послания к Ефесянам Вы скажете Ну, мне неинтересен этот завет, мне неинтересно Но посмотрите на это Итак, помните, 11 стих Что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными Так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками Язычники, слово язычники означает народы Он говорит о Хаме и Иофете И затем он говорит, 12 стих Что вы были в то время без Христа Отчуждены от общества израильского, чужды заветово обетования А когда вы чужды завета, тогда вы не имели надежды и были безбожники в мире Когда вы чужды заветово обетования И есть люди, которые ходят в церковь каждое воскресенье Есть люди, которые носят футболки с надписью Иоанна 3.16 Люди, которые чужды своих заветово обетования А когда вы чужды заветово обетования, тогда вы без Бога в этом мире Поэтому Бог может лишь работать с вами, помогать вам и благословлять вас через ваше понимание этого завета И у вас нет никакой надежды Теперь я понимаю, что значит, когда человек говорит «Но как мне привлечь Бога к участию в моей жизни?» Вы ухватываетесь за этот завет Вы ухватываетесь за завет благословений И Бог говорит «Если вы принимаете этот завет, вы принимаете меня Потому что я не собираюсь менять свое мнение о том, что касается этого завета Я не собираюсь менять слова моих уст в том, что касается этого завета Я буду придерживаться этого завета Этот завет запечатлен в моем разуме Вы в моем разуме Умножение для вас в моем разуме Я сказал, что я дам вам обильное увеличение благословения Бог готов Это поколение, в котором Бог готов распространиться в благословении и умножении. И все, что Он просит от вас, это перестать быть чуждым вашему завету. Ты знаешь, что именно поэтому средства массовой информации не впечатляют меня? Мне не важно, что они говорят обо мне. Дело в том, что здесь сказано обо мне. Я не чужд заветам обетования. Я не отчужден от общества Израиля. Я не чужой для небесного Иерусалима. Я знаю, кто я во Христе Иисусе. Я не знаю всего, но я узнал достаточно, чтобы не быть под впечатлением от этой ерунды. Они не могут впечатлить меня ничем из того, что они могут сказать. Почему? Я не читаю этого. Прежде всего, я все еще читаю это, Слово Божье. Аллилуйя, Крефл, ты так восхитил меня. Слава Богу. Слава Богу. Мы самые... Самые особенные среди людей. Да. Потому что, когда в вашем мышлении есть завет, и в Божьем мышлении есть завет, и когда двое соглашаются о чем-то, чего бы они ни попросили, будет им. И когда партнер по завету приходит к Богу и говорит, «Бог, я напоминаю тебе об этом кровном завете, в котором я участвую, и о том, что ты сказал Аврааму, Исааку, Якову, и мне тоже». Я тоже. Помните, когда Авраам сказал, «Я тоже». Я говорю, «Я тоже». Да, аминь. И Бог приходит, и Он делает это. О, слава Богу, вы понимаете это? Да. Да. Боя Господу, наше время подошло к концу. Вы уже должны восклицать. Мне не важно, если вы были спасены этим утром. Вы настолько же участники в этом, как мы с Крефла. И теперь все, что вам нужно, это погрузиться в это, и узнать ваши кровные обетования, и стоять на них. Это не основано на том, что мир может сделать для вас. Это основано на том, что небеса уже сделали для вас. Аллилуйя. Мы вернемся. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». А это Крефла Доллар, слава Богу. Что это была за неделя? Замечательная неделя. Это была хорошая неделя. Я пришел вчера в такой восторг. Я едва могу сидеть на месте. Я не изменился. Я такой же и сегодня. Да. Отец, мы просто благодарим тебя. Спасибо. И мы принимаем с небес. И мы благодарим тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Крефла, давай вернемся туда, где мы были. Говоря о благословении Авраама, приходящем на язычников, на народы, на всех нас остальных через Христа Иисуса. Этот завет, который целиком и полностью убедил Авраама, что он был наследником мира, что благословение принадлежало ему, и привел его от слов «Почему я узнаю?» к тому, чтобы быть вполне уверенным. Настолько, что подобно Богу, он называл несуществующее, как существующее. Мы последовали за этим. Так что то же самое слово от Бога принадлежит нам, через Христа Иисуса. Мы семья Авраама. В конце вчерашней передачи ты перевел нас во вторую главу послания к Ефесянам. Давай начнем с этого, продолжим, и пойдем прямо в послание к Галатам, и затем снова в послание к Евреям, или куда еще Господь говорит тебе идти. Послание к Ефесянам во второй главе, одиннадцатом стихе, сказано. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные. Обрезание, когда речь идет о кровном завете, было признаком или знаком того, что вы были в завете. И в дни Авраама было обрезание плоти. И это то, о чем Давид говорил, когда он выступал против Голиафа. Он сказал, кто этот необрезанный филистимлянин, или кто этот человек, у которого нет завета с Богом. Потому что завет, что он на себя возомнил. Да, у меня есть завет с Богом. Нам нужно ухватиться за это сегодня. У меня есть завет с Богом. Что себе думают долги, когда у меня есть завет с Богом? Что эта болезнь считает, что она может сделать, когда у меня есть завет с Богом? Я спросил Господа однажды. Я был очень увлечен этим. И это просто удивило меня. Все кровные заветы совершались надрезом на плоти где-нибудь. Из стороны завета смешивали кровь. И это приводило к союзу этих семей или племен. И так далее. Если вы видели этот шрам завета, есть племя в Африке. Они надрезают кончики своих пальцев и соприкасаются пальцами, и смешивают кровь. И когда вы идете в банк или куда-то еще, они поднимают свои руки, словно мы соприкасались пальцами. Это значит, что вы не собираетесь обманывать меня, а я не собираюсь обманывать вас. Это поступок завета. Но эти шрамы видны. У некоторых из них были шрамы на лице. У других шрамы были здесь или на ладони. А вот это обрезание, обрезание как знак завета, я сказал, Господь, я не понимаю, почему это часть мужского тела. И Бог сказал, я сделал это так, чтобы единственное, как можно было определить, что Авраам был человеком завета, это по тому благословению, которое было в его жизни и на нем. Благословение было настолько выдающимся, что это не мог быть никто иной, кроме Бога, кто благословил его так сильно. Он сказал, шрам завета тела Христова был на руках. На ногах. На боку тела Иисуса. И ваш завет в этих двух неизменных вещах, в которых невозможно Богу солгать, в сокрушенном, в ламимом теле Христа Иисуса и в его крови. Но он сказал, ты не можешь показать шрамы или еще что-то. И Авраам тоже не мог. Это было запрещено. Но единственное, как вы могли понять, что он был человеком завета, он не мог гордиться. Это было что-то, что он не мог публично демонстрировать. Но у него было благословение Господне, которое обогащает и печали с собой не приносит. это было публичной демонстрацией. Это было публичной демонстрацией. Люди не осознают этого, что когда вы зовете с Богом, вы должны иметь проявление этого благословения в вашей жизни. Да. это его воля и цель. Да, да. И это должно быть что-то, за что вы благодарны и признательны, а не что-то, чего вы стыдитесь и что хотите скрыть. Именно, когда благословение Божье проявлено, оно привлекает внимание кого-то, кто вне этого завета. И они говорят, «Как ты это делаешь? Что происходит в твоей жизни? Я хочу участвовать в этом». И мы передаем приглашение теперь еще одному человеку, чтобы он стал частью этого завета. Но Давид, он знал, что у него было. Он был подростком и уже знал это. Он знал, что у него было. Да, он знал. Он знал это, когда он выходил против льва. Это хорошо. Он знал это, когда он вышел против медведя. Он был так уверен в этом завете, что он наглядывался на всех остальных, которые не пользовались преимуществом этого завета, говоря, «Почему вы все?» Да, «Почему вы все? Что происходит? Разве вы все не знаете, что у него нет завета с Богом, а у нас есть?» И снова, то, о чем ты говорил, приглашение для всех. Но этот 17-летний юноша был единственным, ходящим в этом. И он воспользовался этим заветом и одержал победу и успех. В 12 стихе, чтобы соединить всю эту чудесную информацию, сказано, «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского и чужды заветов обетования». Множественное число. Заветов. Заветов обетования и не имели надежды. Надежда — уверенное ожидание. У вас не было ее. Куда вы пойдете, чтобы получить надежду, когда у вас нет завета? Откуда она придет? Вам нужно иметь место, откуда вы можете получить это ожидание. Да, в послании к евреям сказано, что благодаря этому завету, который Бог заключил с Авраамом, Иисус понес эту надежду во святое святых за завесу. Надежду, которая для нас является «якорем для души». Нам нужно открыть это место. Да. Это евреям, 6 глава. Да. Евреям, 6 глава. Мы не можем быть чуждыми заветов обетования. Мы не можем. Если вы чужды завета, Бог может помогать вам только на основании вашего понимания и знания завета. Бог может работать в этом мире только... Заметьте, что здесь сказано? Вы безбожники, без Бога в этом мире. Когда? Когда вы чужие для завета. Послушайте, вам нужен Бог в этом мире. Да. Вам нужно иметь Его в этом мире. Это значит, что вам придется понимать этот завет. С кем вы в этом завете? Где ваше место в этом завете? В этих заветах обетования для того, чтобы Бог работал с вами в этом мире. Прямо в этом же самом месте, в послании к евреям, извините, в послании к ефесянам, он сказал, что вы были без надежды и без Бога в мире. Но теперь? Да. Во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Стена между этими двумя заветами была удалена, и вы стоите наравне в завете Авраама и в новом завете Иисуса. Они соединились вместе для вашего блага. Да. Да. в 13 стихе 6 главы послания к евреям сказано, знаете что, позвольте мне вернуться к 12 стиху, потому что это будет очень важно, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Обратите на это внимание. В 12 стихе в расширенном переводе Библии говорится, «Чтобы вы не увеличивали свою незаинтересованность и не становились духовными лентяями, но подражателями, поступающими так же, как те, кто через веру, полагая всю свою личность на Бога во Христе и практикуя терпеливую стойкость. И он продолжает и говорит о том, что вы унаследуете обетование. 13 стих, «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем Высшим клясться, клялся самим собою». Он дал обещание так же, как когда вы приходите в зал суда, вы берете эту Библию, вы поднимаете ее и возлагаете руку на нее. «Я обещаю говорить правду и ничего, кроме правды. И да поможет мне Бог». Соединенные Штаты Америки уже заявили этим поступком, что это Высшее. Да, люди могут становиться там и лгать, но они уже заявили, мы признаем это. Они могут не помнить, когда, но мы признаем эту Библию Высшей. И затем вот что там сказано, «Говоря, истинно, истинно благословляя, благословлю Тебя и размножая, размножу Тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Так что он не менялся в этом. Терпение означает оставаться таким же самым. «Бог благословит меня, Бог умножит меня». Сказано, «Люди клянутся Высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их». Больше нет спора. Больше нет раздумий. Может ли это произойти? Нет, потому что завет заканчивает это. Он заканчивает это. И если вы не знаете ваш завет, если вы чужой для него, вы будете в этом постоянно в смущении. Кто-то может солгать вам, и вы не будете знать разницы. Да, да. И затем сказано в 17 стихе, «Посему и Бог, желая преимущественнее, показать наследникам обетования, то есть нам, непреложность, неизменность. Бог собирается показать вам, что это не изменится. Непреложность Своей воли употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных, неизменных вещах, в которых невозможно Богу солгать, эти две неизменные вещи, клятва и обетование. И хлеб. Хлеб. И вино. И вино. Помнишь, Милхисадек, который был с Симом? «Пришел к Аврааму с хлебом и вином». Там дальше это упоминается. И он благословил Авраама. Он принял его десятину и благословил его. Да. Знаки завета. Да. Бог не может солгать. Это невозможно. Затем Бог стоял в крови. И этот хлеб и это вино представляли эту кровную клятву. И впервые в своей жизни Авраам понял, о чем Бог говорил. И Бог изменил его имя. И с этого момента у тебя будет Мое имя в Твоем имени. Итак, что происходит, когда мы во время проблемы берем хлеб и чашу и приходим пред Богом с клятвой и с обетованием? И с обетованием. Весь ад начинает трепетать, потому что мы понимаем, что во всем, от чего вам нужно избавление, есть завет. Вот хлеб. И посмотрите, что он сказал в 6 главе Иоанна. Вы будете иметь жизнь. Жизнь Зои работает в вас. Она работает над вами. Она работает вокруг вас. И 1 Петра, 5 глава, 6-7 стихи. Смиритесь, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас, да вознесет вас в свое время. Он не против того, чтобы вы были вознесены, но он не хочет, чтобы вы пытались сами вознести себя. Вы входите в этот покой в нем и позволяете ему сделать ваших врагов подножием ваших ног. Позволяете ему вознести вас. С Крефла, говорю тебе, опасно выходить против чада Божьего, который знает, кто он или кто она. И знает, что делать во время бедствия. Знает об этой чаше и знает об этом хлебе. Мы не просто пьем напиток и едим нерезанный хлеб. Нет. У нас есть что-то, что обязательно запустит действие нечто. Завет Божий, кровная клятва, две неизменные вещи, и здесь сказано, в которых невозможно Богу солгать. Бог не может лгать, потому что Бог, Бог не может лгать. И дело не в том, что Бог не может этого сделать, потому что это плохо. Если Бог солжет, Бог не может лгать. Дело не в том, что Он просто не станет лгать. Он не может. Он не может этого сделать, если бы Он сказал, да будет трехголовая собака возле мусорного ящика. Даже если вы никогда и не видели трехголовую собаку раньше, она там будет, потому что Он так сказал. Например, сегодня пятница, и Бог входит сюда и говорит, разве не чудесно, сегодня понедельник? Извини, Господь, сегодня пятница. Уже не пятница, а понедельник. И все календари изменятся. Все изменится по Его Слову. Аминь. Да, мы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы. Имели твердое утешение, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Надежду. Надежда, которой я не получаю, когда я чужд этому. Надежда, которой я не получаю, если я не действую в этом. Надежда, которая перед нами. Где? В заветах. Надежда, которая служит якорем для наших душ во время бедствия посередине ситуации. Для разума, для эмоций. Всех эмоций. Новостных каналов, политиков, кто бы это ни было. Что бы это ни было, нет никакой разницы. Болезнь, немощь, ложь дьявола. Никакой разницы. Вы беретесь за эту надежду, и она якорь для вашей души. Я знаю, как все это закончится. И сказано, безопасный. Верно? Безопасный и крепкий. Безопасный и крепкий. Другими словами, я не трачу напрасно мое время. Вы думаете, что я напрасно трачу мое время? Вам лучше быть осторожными. Я знаю, что я делаю. Я знаю, как действовать в этом. Я знаю, как ходить в этом. Это безопасно. Что ты делаешь? Я покоюсь. Я вошел в покой. Это началось здесь, в четвертой главе. Никогда не позволяйте обетованию, вхождению в его покои ускользнуть. Никогда не позволяйте этому произойти. Кто-то спросит, что ты делаешь? Я покоюсь. Ты имеешь в виду, что ты не собираешься ничего делать? Я не сказал, что не собираешься ничего делать. Я делаю кое-что. Я делаю кое-что намного более сильнее, чем то, что вы можете сделать. Он сказал, не совершайте ту же ошибку, действуя в том, чем действовали они. Неверие. Неверие и отсутствие полной уверенности, как у Авраама. Я дал тебе этот завет, чтобы ты был уверен так же, как он. Будь убежден, будь уверен. И не сомневайся в обетованиях Божьих. Это якорь. Это нечто безопасное, нечто твёрдое. Не двигайся, не уходи, не сомневайся. Произойдёт ли это? Это верно. Это настолько же верно, насколько верен факт, что я не могу солгать. Это верно. Авраам знал, что это было верно. Это что-то, на чём вы стоите. Это что-то, что вы знаете. Вы знаете, что вы знаете, что вы знаете на основании этого, что я сделаю точно то, что я сказал, что я сделаю. И затем он сказал, дальше идёт то, о чём ты говорил вчера, о Махиседеке. Он переходил прямо к этому. Он говорил, куда предтечуя за нас вошёл Иисус, сделавшись перед священником навеки по чину Махиседека. Разве это неинтересно? Как он упоминает это сразу после того, как говорил об этих двух неизменных вещах. Прямо посреди этого. И он идёт дальше и продолжает говорить об этом обмене благословения. Об этом благословении, которое было сделано доступным вам. Я не просто отдаю тебе 10% моей зарплаты. Я беру эти 10% и я использую их, чтобы благословить меня, чтобы я мог действовать так, как вы никогда раньше не видели 90% действующих в вашей жизни. Ты упомянул здесь кое-что. Я обычно не говорю об этом публично, но ты упомянул это. И я собираюсь сказать, что я делаю, когда я нахожусь под атакой. Я иду и отделяю десятину. Слава Богу! Я беру своё семя. Откройте 26 главу книги Второзакония и прочитайте, что там сказано. Вы не отдали десятину, просто бросив её в корзину. Нет. Десятина отделяется, отдаётся при помощи слов. Слов благодарности. Слов к Богу. Я был потерянным и погибшим, и ты вывел меня из Египта. Я был потерянным и погибшим, и ты вывел меня. Ты вывел меня из мира тьмы и перевёл меня в мир твоего драгоценного сына. И мы с Глорией просто входим в это место. Мы принимаем хлебопреломление и отдаём нашу десятину. Мы приносим наше семя перед Богом. Посмотрите на наше все оружие. Вот куда я прихожу. Посмотрите на него. Посмотрите на то, что у нас есть, что было сделано доступным нам, и мы не используем это. Не плотские, но сильные Богом. Да. Могущественные благодаря Богу. На разрушение твердынь. Каково наше приглашение здесь, Крефла? Бог дал Иисусу приглашение. Он сказал, «Приди, сядь со мной, доколе не положу врагов твоих в подножие твое». Иисус сказал, «Приходи с дерзновением к трону, к престолу благодати». Он не сказал мне приходить туда и падать ниц. Он сказал, «Приходи с дерзновением, сядь здесь со мной, Крефла, доколе не положу врагов твоих под ноги твои. Сядь здесь и прими свой покой, сын. Я возьму твою заботу, я позабочусь об этом». Я работаю над чем-то? Успокойся, сын. Да. Просто прими свой покой, сын. Именно это он сделал с Авраамом, посреди его приготовлений, принести в жертву своего сына. Да. Он сказал, «Смотри, отойди назад, у меня есть вот что, у меня есть это, возвращайся со своим сыном». Что сказано в Писании о Петре, когда его бросили в темницу и сказали ему, что собираются отрубить ему голову на следующее утро? Он ходил в той темнице туда и обратно, плача и молясь, «О, Бог, они убьют меня утром». Петр так крепко спал, что ангелу пришлось толкнуть его. Сказано, что он толкнул его, чтобы разбудить его. Как, по-вашему, он мог так спать, когда они пообещали ему отрубить его голову на следующий день? Он покоился. Покоился. Точно так же, как это делал апостол Павел во время того кораблекрушения. Да, он делал то же самое, верно. Да, в Деяниях 27-23, посмотрите на то, что сказал апостол Павел. Он сказал, «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в ту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Посему ободритесь, мужи, ободритесь». Он оставался вежливым. «Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». «И сегодня ободритесь». «И сегодня ободритесь». «Я верю Богу, что будет так, как мне сказано». «Как он мне сказал». «Слава Богу». Когда вы учитесь делать это, и единственное, когда вы научитесь делать это, это «практикую это», ходя в это. «Я помню Крефла годы тому назад. Я находился в служении меньше года. И вот я должен проповедовать на собрании, но никто не пришел. Почти вся церковь заболела гриппом. И на первом собрании было два человека. И Господь сказал мне, это было не самое первое собрание, но оно было одним из первых, потому что я проводил его в тот первый год. И Господь сказал, это будет один из поворотных моментов в твоем служении. Я хочу, чтобы ты поехал туда. Я подумал, если это поворотный момент, то в каком направлении мы поворачиваем? Все ушли, никого нет, два человека, кроме пастора и его жены. Всего четверо. Я вернулся в свою спальню. Я остановился в доме пастора. Я вернулся, я молился. «О Боже, что же мне делать? Если я дам объявление на целой странице во всех газетах города, они по-прежнему не будут знать, кто я такой. И мне некуда ехать. У меня нет ни цента. Что же мне делать?» И местописание просто продолжало подниматься внутри меня. «Возложи все свои заботы на меня». Тогда я вспомнил, как брат Хейген проповедовал об этом. Я поступил на основание этого. Я встал на колени. Я сказал, «Моя забота в том, чтобы провести собрание. Но это ты, Бог, послал меня сюда? Ты проводил здесь собрание задолго до меня. Один человек на следующем собрании он пришел и сказал, «Я сочувствую вам. Вы не можете провести собрание в этом городе. Никто не может». И я рассмеялся. Я сказал, «Вы шутите? У нас тут пробуждение». Он сказал, «Этот бедный глупец никогда не ходил в школу. Он даже не может отличить пробуждение от провала». «Нет», — я сказал, «я не забочусь». Благословен Бог. «Я переложил все мои заботы на Иисуса». Мой разум пытался заботиться. К пятнице место было переполнено. Люди сидели на подоконниках. Там были люди за стенами церкви. Они открыли окна, чтобы все они могли слышать, как они попали туда. Там была группа баптистов, которые узнали об этом и заполнили церковь. Слава Богу, и Бог начал исцелять людей от гриппа. Наше время подошло к концу. Опять? Аллилуйя. Мы вернемся через минуту. Сила Божья есть там, для вас, прямо сейчас. Сила Божья. Аминь. Годы тому назад Господь сказал мне, что пятница является на всех передачах «Победоносный голос верующего» днем пожертвования. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет лень. Но послушайте, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Жизнь Зоэ. Слово, которое вы слышали всю неделю. И когда вы сеете в послушании Богу, вы сеете в это, вы приводите в действие то, что уже есть здесь. И это оживает. И вы начинаете пожинать это. Силу, которая была в слове, которую Бог высвобождал через нас всю эту неделю. Давайте помолимся. Отец, мы молимся сейчас за эти пожертвования. во имя Иисуса. Мы принимаем их. Мы высвобождаем благословение Господа по всему миру. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, ваше пожертвование не пересылается сюда. Оно остается в вашем регионе и будет служить там, в вашем регионе. Слава Богу. Иисус Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова